В эфире программа Вести Спорт и традиционный обзор наиболее заметных событий уходящей недели. На этой неделе финишировало первенство Межрегиональной Федерации Футбола «Золотое кольцо». Игры последнего тура распределяли все команды по турнирным местам. Точка должна была быть поставлена и в споре претендентов на медали первенства. Среди соискателей на награды шел машиностроитель, для которого заключительный матч становился бронзовым. Так получилось, что календарь сезона словно располагал к тому, чтобы кировчане вновь зашли на футбольный пьедестал. Основного конкурента машинки, дубль Ивановского текстильщика, он отправил в Ярославль на рандеву с молодежкой Шинника, стоявшей в шаге от золотых медалей. В соперники же нашей команды выпал клуб из низов таблицы «Тверской регион 69». Получив заведомое преимущество, хозяева поля решили сразу им воспользоваться. Уже к 20-й минуте они дважды огорчили гостей и оба раза партнеры поздравляли Алексея Городникова, чье возвращение в строй после травмы на финише чемпионата пришлось как нельзя кстати. Понимая всю важность ситуации, футболисты машинки еще в первом тайме довели счет до крупного. Поведя 3-0, они чуть сбавили атакующие обороты и сосредоточились на удержании нужного счета. Сделать это оказалось несложной задачей, поскольку их противник был не из тех, кто способен творить чудеса. А вот заводчане в очередной раз приятно удивили. Четвертый год подряд они становятся бронзовыми призерами чемпионата. Я считаю, что это нормально, стабильно команда играет. Выше не можем прыгнуть, может быть из-за того, что играем только с моими местными футболистами, то есть никого не приглашаем. Так-то ведь можно было бы, опять же, ситуация, финансы и все прочее. Ну и собственно говоря, третий сделан, летовый сделан, чтобы играли местные ребята по высшим рамкам чемпионата области. Набирать в состав доморощенных футболистов Владимиру Олину на будущий год наверняка предстоит. Его машиностроитель едва ли не самый возрастной коллектив Золотого кольца. Но в то же время все достижения приходили к клубу благодаря его старожилам. Так Дмитрий Одегов отыграл 18 сезонов и в каждом был ключевым игроком на поле. Но сейчас, считает бывший капитан, настал подходящий момент, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Все равно рано или поздно нужно было бы заканчивать. Рад, что доиграл до таких лет. Спасибо Владимиру Валентиновичу, нашему тренеру. Мы с ним с моих 22 лет работаем. И ребятам спасибо, с кем играл на протяжении стольки лет. Как сильно кадрово изменится наиболее стабильный футбольный клуб области, можно будет увидеть зимой, когда команда начнет тренироваться на своем стадионе и играть на традиционном турнире с участием областных команд. Матчем за 6 очков нарекли эксперты и болельщики поединок Кировского «Динамо» и «Спартака» из Яшкар-Алы. Соперники, находящиеся в нижней части таблицы, должны были определить, чье турнирное положение могло стать еще более печальным. Пути «Динамо» и «Спартака» в этом году пересекались уже не раз. Команды провели пару товарищеских встреч до старта чемпионата. Жребий сводил их и в розыгрыше Кубка страны. Перевес по победам был на стороне кировчан. Поэтому в четверг они, принимая красно-белых на своем поле, постарались диктовать гостям условия игры. Правда, владеть преимуществом у «Динамовцев» получилось ровно половину матча. Первых 45 минут им хватило, чтобы в одной из атак забить мяч. Его автором стал Борис Макаренко. Второй тайм остался за «Спартаком», имевшим несколько возможностей для ответного гола. Но счет на табло так и не изменился. Минимальная победа «Динамо», хотя, по словам главного тренера, ее у команды могло и не быть. Ребята не настроились, не сработали так, как были должны. Начало было неплохое, я считаю, нормально начали. Но потом, когда забили гол, опять же, есть такой момент, когда команда не уверена в своих силах, то есть она не на голову выше своего соперника, она начинает немножко играть на удержание счета. Я так считаю, что сегодняшний момент как раз тоже сработал именно на это. Главное, чтобы не пропустить, удержать один этот хотя бы забитый мяч и взять эти три очка. Но хотя я такой установки не давал. Киров давно не принимал баскетбольные турниры солидного ранга. Поворотным моментом стала заявка, поданная отделением баскетбола первой спортивной школы на проведение зонального этапа первенства России среди юношей 99-го года рождения. И всю эту неделю, начиная с воскресенья, наши ребята на фоне сильных соперников пытались пробиться в финал турнира. Заполучив право проведения зонального этапа, хозяева паркета отчетливо понимали. Помимо серьезной организационной работы, статус турнира требовал основательно подойти и к вопросу комплектования команд. Так сказать, чтобы не ударить лицом грязь в родных стенах. Поэтому сформировать пришлось сразу два сборных коллектива, включив в них лучших игроков из ведущих баскетбольных школ области. У нас зональное соревнование в городе Кирове сильная зона. Команда представляет такие баскетбольные центры, как Самарская область, Нижний Новгород, Пермский, Крайды и Москва тоже. Какое из двух команд суждено было начать турнирный путь с победы, определял уже стартовый поединок между дюшер номер один и клубом «Вятка». Получившееся дерби прошло согласно всем канонам спортивного жанра. Неуступчивый баскетбол, борьба на каждом метре площадки и небольшой разрыв в счете. С перевесом 8 очков в 58-50 вверх взяли игроки первой спортшколы. Но этот успех отчасти порадовал тренера и его подопечных. Ведь впереди противники, о состоянии которых кировчане имеют отдаленное представление, зная лишь то, что часть из них была финалистами прошлогоднего первенства. Ну мы играли с командой Самары два года назад на зональном этапе первенства России. Они там у нас выиграли довольно-таки прилично, но команда эта еще обновилась. У него в этом году игра 4 двухметровых игрока, а у нас самый высокий игрок метр 85. Вы сами понимаете, для баскетбола это очень серьезная проблема. Но тем не менее, как бы ни сложилось выступление наших юношей, польза от предстоящих игр уже есть. И вот я уже вижу много тренеров в спортивном зале, которые наверняка пришли просто подсмотреть что-то новое для себя, как играют другие команды. В целом зональный этап проходит в девяти городах России. В решающий раунд выходят только его победители, хотя Федерация баскетбола предусмотрела 4 вакампных места по лучшим показателям для команд, которым суждено стать серебряными призерами. Поэтому все, без исключения наставники, настраивают ребят на игры с полной самоотдачей. У хоккеистов Родины продолжается претизонный сбор в Швеции. В его рамках наша команда провела три контрольных матча с клубами второй по силе шведской хоккейной лиги. Если в первой встрече кировчане без особых проблем переиграли клуб Гриппен 7-1, то во второй Родина добилась непростой победы над Траносом 5-3. Вот как прокомментировал эту игру главный тренер Родины Игорь Загозкин. Я думаю, что все-таки матч не получился таким, каким мы хотели. То есть много есть факторов объективных, субъективных. Все-таки мы четвертый день, это климатизация. И матч по нашему времени в длина часов, я думаю, что все-таки хоккеистов состояние оставляло желать лучшего. Но как бы то ни было, это победа. Очень хорошо то, что мы ее добились. Да, может быть, это была такой фееричный какой-то. Следующий контрольный матч наши хоккеисты провели с недавним финалистом Кубка мира клубом Венерсборгом. Тем временем в Кирове на этой неделе на стадионе Родина начались работы по созданию искусственного ледового покрытия. И работники стадиона перешли на круглосуточный режим работы, чтобы нарастить необходимую для тренировок толщину льда. К возвращению хоккеистов в Киров большой лед на Родине должен быть готов. На этом все. Ровно через неделю в это же время мы подведем новые спортивные итоги.